Здравствуйте, уважаемые студенты! Перед вами представлена девятая лекция по теме реферат, порядок его написания. Рассматриваемые вопросы. Это понятие реферат, виды рефератов, правила написания реферата, оформление реферата. Реферат от латинского слова «реферат» докладывает сообщать. Это небольшое по объему изложений в письменном виде информации из различных литературных источников, книг, статей, научных сборных и других, которые раскрывают заданную тему. Написание реферата – это непростой вид самостоятельной научной работы студента. Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитика синтетической преобразования информации, описание текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее перераспределение и создание нового текста. Реферат направлен на формирование навыков точного изложения изученного материала. При этом студент выражает свое отношение к анализируемому объекту фразами. Нельзя не согласиться с мнением, как справедливо отмечают и прочее. Прежде чем приступить к написанию реферата, необходимо собрать книги, монографии, научные статьи, сборники и прочие материалы по заданной теме. Составить список имеющихся источников. Каждую в отдельности книгу, статью и проще записать в отдельный лист и начать чтение. Текст читаемого источника разбит на основные части. Записывать в листах в виде цитат те моменты, которые будут необходимы при написании темы, при этом не забывать указывать исходные данные вплоть до страницы. Перечитав основные положения использованной литературы, составить примерный план темы. Приступить к написанию пункта плана. Теперь остановимся к видам реферата. Реферата выделяется по следующим критериям. Сходя из содержания и изложения, репродуктивные и продуктивные. Первый свой учет делится на реферат резюме и реферат конспекта. Вторые доклад обзор. По анализу первоисточника, фрагментный, монографический, аспектный, свободный. В зависимости от направленности, целевые и общие. С учетом полноты изложения, индикативные и информативные. Исходя из метода подготовки, творческие, служебные, контрольные, учебные. Изучив источники по теме, приступайте к написанию реферата по составленному плану. Изложение текста должно быть последовательным, необходимо избегать повторений. После того, как основная часть реферата готова, вступайте к написанию заключения. В заключении следует начинать фразой. Поведенный анализ позволит нам прийти к следующим выводам. И таким образом перечислить на первом, втором, третьем. Не начинайте заключение словами, подводя итог вышесказанному. Это деловая стиль. В научном тексте используемые слова, вышеописанные, вышеперечисленные, нежелательные. В завершении работы приступайте к написанию введений, которые состоят из следующих компонентов. Актуальность темы. Объект и предмет исследования. Цели и задачи работы. Теоретика методологической базы исследования. Оформление реферата. Каждая из частей, то есть введения, основная часть, заключение списка использования к тексте, начинается с новой страницы. Заголовки следует печать с прописной буквы. Переносы слов в заголовок не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяю точкой. В конце заголовка точку не ставим. Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть не менее 1 см. Параметры страницы должны быть левые 3 см, правые 1,5 см, нижние и верхние 2 см. Тексты реферата надо пронумеровать. Обзательство должен быть отмечено на стройку на 1,25 см. Шрифт таймс нюрона 14 пк. Постраничные сноски указывают шрифт таймс нюрона 10 пк. Текст необходимо выровнять по ширине. Объем выполняемой работы определяется числом страниц машинописного текста. Они считаются, начиная с титулного листа. Нормативные объемы. Реферат не менее 80 страниц. Курсовая не менее 20. Дипломная не менее 50 страниц. Это указано в литературе, которая указана ниже первой сноски. Реферат должен, может включать таблицы, схемы, фотографии. Они располагаются в самом конце работы. Сбоку указывается курсивом слоу приложения. Ссылка на них следует указать в тексте в зависимости от содержания. Все иллюстрации, фотографии, эскизы, графики, карты называются рисунками. Они должны иметь название и последовательную нумерацию арабскими числями. Название таблицы, схемы и рисунка в реферате располагается по центру страницы. Номер таблицы представляется на общую таблице, после слова таблицы. И располагается по правому проезду. Пример таблицы 2. Структура реферата должен содержать титульный лист, план, введение, основная часть, можно разделить на несколько клад, основную часть, заключение и список использованной литературы. Содержание может быть разделено по главам без параграфов. Все зависит от сложности темы. Объемы глав не должны быть разными. Допустима разница в 1, 1, 3 страницы. После завершения написания реферата следует перечитать несколько раз с интервалом его времени. Следует проверить текст на грамотность. Объем основной части работы должен быть 10 из 16 страниц. Писать заключение нужно сжато, то есть 2-3 страницы, подвоя итоги по исследуемой теме. Необходимо выражать собственные выводы, ответив на поставленные вопросы. В конце реферата надо дать список использованной литературы в возлюбленном порядке. С нового листа пишем словосочетание «Список литературы». Слева снова строки, отступая в 2 интервала, пишем цифру 1 и так до конца. Количество использованных источников зависит от содержания темы, хотя установленный минимум источников – это от 5 до 8 страниц. Источник указывает в последовательности, в ходе значимости, монографии, книги, журналы, статьи и в конце электронные ресурсы. Спасибо за внимание.